Приветствую всех! Тема коронавируса все больше и больше беспокоит людей. И судя по комментариям и задаваемым вопросам, большинство вообще никак не были подготовлены. И теперь столкнулись с проблемой, где купить маску, можно ли самому сделать защитную маску, насколько она будет эффективна от коронавируса и можно ли использовать старые фильтры еще советских времен от противогазов ГП5. Отвечу вкратце, вам надо купить 3-4 маски Н95 для каждого члена семьи. Этих масок вам хватит на весь период эпидемии и позже в этом видео будет информация, как их повторно использовать и обеззараживать. Также необходимо четко понимать, что просто маска без защитных очков медицинских перчаток не имеет смысла. Защитные очки обязательны и лучше всего для плавания. Маленькие, легкие и надежно защитят слизистую глаз. Можно заразиться и при обычном общении. И самое коварное, что носитель может внешне не выглядеть больным. Никакого кашля, никакого насморка, никаких внешних признаков. При разговоре мельчайшие частицы слюны разлетаются на расстояние меньше метра со скоростью 16 метров в секунду. Но при чихании скорость в три раза выше. Вирус разлетается уже на 3 метра. Рекордную скорость выдыхаемый воздух получает при кашле около 100 метров в секунду. Расстояние, которое может охватить вирус, достигает 4 метров. Это облако после чиха или кашля не оседает мгновенно. Так же, как и пыль после автомобиля на проселке. И еще какое-то время находится во взвешенном состоянии. Поэтому есть риск заразиться и в абсолютно пустом помещении, если в нем до этого кашлянул или чихнул больной человек. Например, в лифте или у прилавка магазина. Или особенно в очередях и общественном транспорте. Кроме того, эти частицы с вирусом оседают на предметы, на которых вирус может находиться в активном состоянии продолжительное время. Сейчас дефицит защитных масок. Но они есть у барыг-перекупщиков. Надо просто забить на барыжные цены и купить 3-4 маски на каждого члена семьи. Сколько бы они ни стоили. Жизнь дороже. Было много вопросов, как самому пошить маску и насколько она будет защищать. Ответ, ни на сколько она не будет защищать. Что она есть, что ее нет. Никакой защиты с такой маской у вас не будет. Это все равно, что ловить комаров футбольной сеткой. По поводу старых фильтров от советских противогазов ГП-5. Просто забудьте о них. У них у всех давно вышли все мысленные сроки годности. Там внутри находится азбез, который за давностью уже полутруха. Дышать через такой фильтр – это прямая дорога на тот свет с онкологией. Были вопросы, а если вскрыть такой фильтр и вытащить оттуда азбез и потом снова закрыть. Снова повторяю – забудьте. Там все равно полно азбестовой пыли. Вирус, может, вы и не подхватите, а вот получить раковую опухоль после такого фильтра – запросто. В комментариях к видео «Как выжить при смертельном вирусе» пользователь «Знания Сила» оставил очень много важных и информативных комментариев. И в них чувствуется, что он серьезно разбирается в теме по фильтрам и противогазам. Я благодарю «Знания Сила» за комментарии и крайне важную и полезную информацию. У кого есть вопросы по фильтрам и противогазам, почитайте комментарии в этой теме. Найдете много важного и полезного. И теперь перехожу к основному. Что меня сподвигнуло отложить видео по аптечке и в срочном порядке сделать это видео. Было очень много вопросов, как стерилизовать маску после того, как мы вернулись домой. Например, из магазина. Ведь каждый день одевать новую маску нереально. Тем более на данный момент, а сегодня 31 марта, никто не может сказать, сколько все это продлится и когда закончится. Я в комментариях давал совет кварцевать маску и одежду. И вот сегодня выяснил, причем случайно. Перечитывая информацию на сайте общества американских желудочно-кишечных эндоскопических хирургов Sages, что оказывается кварцевать маску N95 категорически нельзя. А также советы для членов их общества, как повторно использовать маски N95. Как я понял, и у них в фирогических отделениях тоже не хватает масок. И они их повторно используют. Хотя это и носит характер рекомендации, а не официальных инструкций. Привожу вашему вниманию перевод с официального сайта Sages. Инструкции повторного использования маски N95 27 марта 2020 года. Нижеследующие призвано предоставить нашим членам дополнительную информацию, чтобы помочь справляться с хирургическими пациентами во время пандемии COVID-19. Это неофициальные рекомендации, и из-за нехватки времени Sages не рассмотрела их использование в качестве стандартного строгого рекомендованного процесса. Заявления и информация постоянно обновляются и могут изменяться по мере поступления большего объема данных. Внимание медицинским сестрам, докторам, спасателям, медицинским работникам и всем, кто повторно использует маски N95 или производит их. Я связался с доктором Питер Цае, изобретателем фильтрующего материала в масках N95. Маски сделаны из полипропилена и сконструированы плотно прилегать к лицу с небольшими утечками по краям маски. Я спросил доктора Цае насчет повторного использования N95 респиратора и какие материалы могут быть добавлены в самодельных масках, чтобы сделать их более эффективными. Вот что он ответил. Метод повторного использования маски номер один. Когда повторно использовать маску N95, оставить используемый респиратор в сухом атмосферном воздухе на 3-4 дня, чтобы ее высушить. Мое примечание. Внутренняя поверхность маски в любом случае будет влажной от дыхания. Полипропилен в маске N95 гидрофобный, то есть не взаимодействующий с водой и не содержит влаги. Коронавирус нуждается в носителе, чтобы выживать. Он может выживать на поверхности металла до 48 часов, на пластике до 72 часов и на картоне до 24 часов. Когда респиратор просушивается 3-4 дня, коронавирус погибает. Возьмите 4 маски N95 и пронумеруйте их от 1 до 4. В первый день используйте маску 1 и затем повесьте ее сохнуть на 3-4 дня. Во второй день используйте маску номер 2 и затем также повесьте согнуть ее на 3-4 дня. То же самое на третий и четвертый день. Метод повторного использования маски номер 2. Вы также можете стерилизовать маску N95, подвесив ее в духовке без контакта с металлом при 70 градусов на 30 минут. Установлено, что коронавирус не может выживать при 65 градусах в течение 30 минут. Для стерилизации в кухонной духовке, чтобы подвесить респиратор, используйте деревянную прищепку. Когда стерилизуем маску N95, остерегайтесь использования ультрафиолетового света. Держите маску N95 в стороне от ультрафиолетового света и прямых солнечных лучей. Маски N95 портятся под воздействием ультрафиолета, потому что он разрушает электростатические заряды в материале полипропилена. Не выявлено до конца, как долго маска может подвергаться воздействию ультрафиолета, прежде чем она станет неэффективной. Советы для повторного использования маски метод номер один и метод номер два. Не помещайте респиратор на металлическую поверхность или слишком близко к металлу. Температура на металлической поверхности выше, чем температура воздуха. Держите маски N95 подальше от ультрафиолета и солнечного света. Когда снимаете маску, руки могут быть загрязнены вирусом. Не трогайте внутреннюю часть респиратора. Позже помойте руки с мылом в течение 20 секунд. Самодельные маски. Это не очень хорошая идея использовать хлопчатобумажные маски при уходе заинфицированными пациентами. Эффективность материала, сделанного из хлопка, невысока. Его волокна недостаточно тонкие и их нельзя заряжать. Маска N95 такая тонкая, потому что в ней используется полипропилен, который изготовлен из миллионов микроволокон, уложенными слоями поверх друг друга, которые были постоянно электростатически заряжены. Электрическое поле ионизирует воздух и загоняет ионы вглубь микроволокон, что позволяет полипропилену работать как фильтр. Однако использование хипофильтра с лицевой маской может повысить ее эффективность, но может и затруднить дыхание. Если поместить другой наполнитель над маской, сопротивление дыханию увеличивается, и это будет сумма двух вместе. При добавлении дополнительного слоя убедитесь, что он идеально покрывает всю маску. Имейте ввиду, что это может затруднить дыхание. Я надеюсь, эта информация была для вас полезной. Берегите себя, относитесь ко всему серьезно и не расслабляйтесь, даже если вокруг все выглядит спокойно. Вирус гуляет вокруг, и только мы сами можем себя защитить. Всем здоровья, всем удачи, всем пока.